Такая забавная картина, мне вот на самом деле на секунду во время обновы показалось, что в том месте, где центр гетто, короче, ну вы помните, вот оно, да, где стоят лавки, сейчас они прогрузятся, у меня чуть-чуть лагает, видимо из-за спека, во, прогрузились, что здесь прекратится ДМ, но, как я понимаю, ничего не прекратилось, если я не ошибаюсь, здесь же нельзя теперь вообще ДМить, здесь же типа там вещи выпадают, какие-то еще приколы. Кстати, если посмотреть у типов Энки и Деглы, а где же ваши УЗИшки, ребята? Ну да, у многих ДМщиков знатно сгорело, просто адово, потому что теперь они не могут халявно получать патроны. Я это в прошлом ролике еще рассказывал, они там кучу пабликов зафлудили комментариями, что вот, что же мне теперь делать, как же мне ДМить, ведь я не умею с Дегла плюс Сэшить, я только могу левую кнопку мыши нажать на УЗИшки и все, ну короче, вы поняли. Я, конечно, к любому ДМу отношусь негативно, но тот ДМ, который был раньше без Аксов, я имею ввиду, когда типы реально со скиллами бегали на Деглах, это было круто, это хотя бы красиво было, вот. Но сейчас, видите, УЗИшки все максимально примитивно, но опять-таки до поры до времени сейчас УЗИшки могут позволить себе только миллиардеры какие-то, а сейчас, видите, еще один типчик с Эммочкой пробежал. Короче, постепенно ДМ уменьшается, но, к сожалению, не полностью, да и вряд ли он полностью, о, исчезнет, у Типа на голове надпись в розыске Гетто. Получается, если его кто-то сольет, то с него выпадут какие-то приколы из инвентаря, хотя, учитывая его 21 левел, 2 миллиона вирт на аккаунте, я думаю, что ему особо-то терять нечего. И мне подсказывает еще то, что с учетом таких приколов, большинство ДМщиков, если и рискнут творить разную дичь, то, скорее всего, ну да, вот он даже плюс Эшит спокойно в Типа, который приехал на притон. А я говорю, потому что они, если будут ДМить, то они, блин, вот какой странный чел, они будут, короче, не могу договорить, прятать свои вещи в этот, в шкаф. Почему тут какая-то дичь происходит, я не выкупаю. Вот этот вот тип, тру, сигма какой-то, я не по тебе хотел. Блин, вот этого текста над головой сделали синим теперь, и его сложно читать, прямо очень. Белый хотя бы выделялся, ты его видел, а вот синий прям ужасно. Это прям отвратно, я бы даже сказал. Ладно. Видите, тут спокойно Типы демятся вообще без стеснения, он у Типа какие аксы, минус 90, урон плюс 22, и он Сэмочки тупо разносит, не стесняясь, и все у него прекрасно. И уже залутался Типа, походу, какие-то эти вещи, что ли. Какая-то картина вообще необычная, я бы сказал, потому что кругом все демят, слишком уж много Типов, которые, не стесняясь, разносят. Ну да, и вот он тоже как-то вот фигачит по Типу, но урона нету, это вообще как. Хотя, может, какой-то МЗЗ стоит или что-то типа, а нет, вот сейчас вот спокойно фигачит. Я не понимаю, вот, Типочек с УЗИшечками, ничего себе, ты что, богатый? Да я думаю, это что он, скорее всего, их багнул, потому что, это, УЗИшки-то все же еще можно же багать. Там какой-то способ нашли, как я понимаю, но это ладно, это все временно и все пофиксится. Так, и он, короче, благополучно оттуда уехал на каком-то рандомном скутере и теперь просто бегает. Да ну, я думаю, что этот чел, скорее всего, ДМщик самый обычный. Кстати, почему-то до сих пор не человек на новую историю наказания 258. Так, ну, у него 88 уровень и здесь, в принципе, как такового флуда ДМом нет. Ну, вот один ДМ, вот второй ДМ. В принципе, я особо больше нарушений-то и не вижу, как бы, да. Ну, ладно, даже если так, в любом случае, странно, что он так делает. И, кстати, вот там еще в килл-листе УЗИшник, это может даже тот же самый чел. Я что-то особо не запоминаю Ники сейчас. Так, он решил залезть, короче, на крышу боксерского зала. Но, надеюсь, не для того, чтобы сэмочки поливать там всех. Это было бы для тебя крайне печально. Ну, кстати, да, Руся Кингслиу, это тот самый УЗИшник, да. До сих пор бегает с УЗИшками челик. Он типа супербогатый, что ли, или что? Оп-оп-оп, и фигачит по нему. 830. Ну-ка, секунду, сейчас я за всеми зайду. Я чекну его деньги. У него 8 лямов на руках. Стояка чекнем статистику. 830. Так, у него 8 лямов на руках. В банке почти ничего нету. Может, он заранее микро УЗИ себе? Вот, смотрите, здесь микро УЗИ, здесь микро УЗИ. 250, 384. Может, он экономно их использует? Вот еще микро УЗИ, кстати, заранее затарены. Смотрите-ка. Ну да, у него... О, так у него весь инвентарь в этих УЗИшках. Почти по 500 ПТ. Возможно, возможно. Либо он раньше их закупил все. Либо что-то где-то знает и использует. Ну да ладно, это мы еще решим. Потому что в секрете долго оставаться в любом случае не будет. Возможно, стоит чекнуть его логи. Так, он переодел броник себе. Захилился, сбил. Ну понятно, типочек даже с софтами играет. А, кстати, он играет с обычной сборки. Он даже не с лаунчера. Решил подэмить прямо с обычной сборки. Удивительная картина. Потому что у него всего это 48 уровень. Это не маленький. Оп. Перезарядился. Так, и что дальше? Ну, грува он не тронул. Хорошо. Но, слушайте, у него не так и много ПТ в УЗИшках. Он, скорее всего, экономно их использует. Типа, сэмочки добил. Там что-то типа того. А если уж совсем не слить, то заюзал УЗИшки. Тогда типа все будет окей. Возможно, это новая тактика теперь. Попыток демо на сервере. Но это, кстати... Ну да, он вообще без стеснения творит дичь. Короче, 830. Что там у тебя? Ну, куча демо. Ладно, давайте так. Ганбан. Давайте 835 демо. Да держи, что ли, дружище. Посиди вот так вот, что ли. Но этот синий текст, конечно, может быть у нас в этом, в новом Админ Тулсе исправят на белый. Потому что прям совсем тяжело читать. Так, но он хотел. Он хотел. Он получил свое. Он еще в випчат написал. Хи-хи-хи-хи. Ну, я не знаю, зачем он это сделал. Я в Ютубе. Ку-ку. Ну, понятно, короче. Если ты еще и для ролика пытался демить, то это прям вообще плачевно. Потому что я не особо люблю типов, которые ради ролика пытаются творить дичь. Сдаю аксы сразу же. Базару, базару. Скорее всего, в следующий раз это будут дней 20 генбана. Ладно. Короче, он теперь чилит у нас. И ничего, по сути, не представляет в ближайшие дни 5 на сервере. Поэтому на этом пока забьем. Тут типочек с ковшом, кстати. Но это мы, как мы знаем, уже не страшно. На Аризоне добавили защиту от этих ковшей. Поэтому это не супер-то и опасно. Давайте еще почекаем, что у нас там есть по киолисту. Так, какой-то Лэндикс Ричардсон. Интересно. Так, у него, кстати, тоже 43-й левел. Давайте чекнем его, наверное, историю наказаний. Так, слушайте. Тут у нас даже, может, даже больше нарушений. Судя по истории наказаний. Смотрите, тут СК, ДМ, жалоба. ДБ. ДБ ковшом. СК, ДМ, ДМ. И тут уже какая-то ерунда. Короче, да. Слушайте, прям нормально. Нормально типочек поразносил. Шестерка из грув. Шестерка, я имею ввиду, что у него шестой ранг. А так, в принципе, уже пусть сам решает, кто он. Так, там еще челики ездят. Что-то я не очень понял, блин. Тут что, решили все дэмить теперь или что? Так, ну да, они там проезжают. Там какие-то уже файты происходят. Между волками и грувами. Ну ладно, пока не будем на это обращать внимание. Потому что если в киллисте зафлудят, тогда ладно. Оп, перевернулись и встали обратно. Только как. А, ну блин, у них же тачка переворачивается сама. Тогда ладно, вопросов нету. Блин, на самом деле, Аризоне хорошо бы, знаете, что сделать? Чтобы когда у челика автоматически переворачивалась тачка, то хотя бы, как при домкрате, над головой появлялся текст. Только не использовал домкрат, а просто типа автопереворот. Что-то такое, чтобы админы хотя бы понимали, что этот переворот не читом был сделан. Тут-то понятно, да, тачка донатная. 5500 хп постоянно восполняются. Все, можно догадаться. Но иногда это будет немного сложнее сделать. Поэтому да. Ну, короче, они просто катаются. Я не знаю, честно, что они будут еще делать. Пока что никого не трогают. Я, наверное, почекаю еще кого-то. Но если вдруг замечу кого-либо, где-либо, то тогда, да, будем уже чекать. Ну, вот там врач проезжает. Надеюсь, они его не тронут. Так, мимо проехал. И да, неспокойно от него угнали. Ну, короче, ладно. Ладно. В принципе, пока что не опасно. Но если вдруг что? Если вдруг что, да, то накажем вообще без проблем. Так, что там у нас еще есть? О, Миро Урокота. Слил какого-то волка и куда-то бежит. У него тоже фул оксы. Все прокачано. Урон, защита. Регена только нету. Но я думаю, ему это не особо-то и страшно. 51 левел. Чекаем историю наказания. 708. Что там у тебя? Так, ДМчик сразу бросается в глаза. Вот за один день уже 2 ДМа. Чел получил 3 часа и 2 часа. Здесь ДМчик. Здесь ДМчик. Ну, такое себе. Не супер много. Но опять-таки, если опираться на дни, то это за последние пару-тройку недель все сделано. Поэтому не особо-то и круто. Ладно, давайте так сделаем. Если он сейчас начнет кого-то ДМить еще, то вероятнее всего, да, мы его откинем. Но если нет, то тогда трогать не будем. А пока я подчекаю еще кого-нибудь. Так, тут у нас волки. А вот и те самые грувые, кстати. 49 или какой-то у него айдшник был. Да, 49. Короче, походу они продолжают нарушать. Смотрите, он прямо из окна вытащил типа Мочку. У него, кстати, тоже кое-какие аксы имеются. И, в принципе, катаются, возможно, для того, чтобы ДМить. Но такое мы, конечно, не одобряем. Не одобряем. Я не знаю, какая там ситуация была. К сожалению, пропустил ее. Но если это Эската, то, к сожалению, для него печально будет. Ну-ка, это кто? Егор. Егор Кес. Хеавинес. У него 8-й левел всего лишь. Играет с обычной сборки. И вот он слил вот этого типа, который тут, скорее всего, фармился. И да, он его добил успешно. И по нему стреляет уже Волк сверху. А он, кстати, пытается плюс сэшить. Слушайте. Он сейчас просто сбил выстрел. Ну-ка. А, он просто оффнулся. Я понял. Тупо оффнулся и решил перезайти. Так, ну хорошо. Ты играешь со сборки. Ты подозрительный типочек 319. Что там у тебя интересного? Ну, у него, кстати, наказания вообще не было еще. Возможно, не стоит его сильно наказывать. Но пока что мы давайте последим. Проверим, что он вообще будет делать. Ну да, он уже перезаряжает диглец. Я даже не могу представить, куда он направится. Но сейчас проверим. В любом случае, это не так сложно сделать. Ты что-то завис, братанчик. Алло. О, двигается. Отлично. Ну как двигался, так и упал, в принципе, пока его сбили. Надеюсь, ты не собираешься их демить. Алло. Это прям вообще последнее, что нужно делать в этой ситуации. Я вообще ненавижу типов, в которых как-то сбивают. И они такие, ну все, я буду по тебе плюс цешить, буду тебя сносить. Он даже по-своему попытался попасть, но вроде как урона не было. Так, там стоит балос, кстати. Ну и он по нему успешно плюс цешит. Короче, ладно, давайте ганбан. 319. 7. Плюс ц. Тут будет именно 7. Это мое решение. Держи, дружище. Что ты скажешь на это? Надеюсь, что ничего. Ну, кстати, его в итоге даже слили. То есть он плюс цешил, пытался дэмить, а в итоге даже сам слился. Зачем начинал? К чему это позерство? Типа умеешь фастить. А вот и тот самый чел, которого он слил. Его подняли, что ли? И он себе укол адреналина сделал. И он его добил. Ну, это не особо по правилам. Ну, вот с учетом гетто и возможности между бандами давать отпор без нарушения правил. То, в принципе, да, нормально все. Вставай через неможу. Так, ладно, короче, пока они тут общаются, я зайду вот за этим труей, за которым уже следили. И он тут спокойненько разносит, слушайте. Я вот теперь понять не могу. Он сам в розыске гетто находится. И других дэмит, походу. Но он-то точно играет с лаунчера, в принципе. Да у него и аксы все лаунчерские. Провокатор! Ну, блин, этот текст вообще не видно. Почему его сделали синим? Он прям вообще не выделяется даже. У меня просто 2К разрешение. Это прям страшно. Я не знаю, догадывается ли он то, что я сейчас за всеми слежу. И то, что я могу как бы наказать его нифигово. Но что-то он как-то слишком жестко рискует. А, ну и все. И в итоге его зафигачили, потому что у него розыск гетто. Получается... А, стоп, а почему... А, у него было оглушение, но он быстро с него вышел и побежал дальше. Ну и в итоге сейчас будет давать отпор Сэмочке. Это какие-то страшные копты на собой. Ой, копты. Ха-ха. Хотел сказать копты. Страшные файты, потому что, ну, типы уже больше не езают УЗИшки. Челик с деглатом пытается попасть. Это Сэмочки. Это тоже Сэмочки. Все, времена поменялись. Просто. Мне это нравится, потому что эти УЗИшки уже достали. А вот уже, кстати, УЗИшечка пошла. Уже решили его добить. Поняли, что Сэмочки не берется типок. Решили зафигачить его. Давай, давай, давай. Осталось-то чуть-чуть. Он же в розыске гетто. Его могут добивать, по идее. Чего вы не добиваете-то его? С него же может выпасть куча всего интересного. А он уже, у него уже пошла регенерация ХП. И все, он уже даже сейчас перезалезет и убежит от вас. Короче, вы что-то профукали. Вы могли его добить в той зоне еще. И, по сути, залутать с него эти предметы. Ну, окей. Окей. Главное сейчас следить и смотреть, чтобы никто не плюс сэшил. Так, ну, пока у типа РП стрельба. Но он, конечно, иногда приседает. Это не очень круто. Если он-то зачастит этим заниматься, я его посажу. А этот, кстати, убегает спокойно. Фига ему повезло, блин, обалдеть. Он же мог спокойно, это самое, слиться. А в итоге нет. Опа. Типочек там еще разносит в келлисте, который что-то в чате писал какую-то чушь. Ну, слушайте, он убегает спокойно. Оббегает уже притон и все, что можно. Да я думаю, что он вряд ли его кто-то сольет. Даже если сольет, то с него заберут просто предметы все, ну, пару штук, которые выпадут у него из инвентаря. Я пока зайду за этим алкатразом, потому что он в чате написал «Блин, да, позашел что-то в этом духе!» И теперь это, вероятнее всего, дэмит. Ну, потому что келлист, видите, какого-то одного типа слил, второго типа слил, третьего, а этого он добил даже. Я просто этого челика уже чекал много-много раз, и 521, я думаю, то, что он не поменялся вообще. Просто посмотрите вот на это, это супер страшная картина. 167-й левел. А ведет себя так, как будто только-только зарегал аккаунт и пошел дэмить. «Ура, доехали!» 0% было. Понятно. Ну, окей, давай, я сейчас посмотрю, но я думаю, то, что он, если и будет дэмить, то будет это делать аккуратно, потому что подозревает то, что я нахожусь в этом, в спеке. Так, там какой-то Ацтек где-то пробежал, и все, и пропал. Блин, что-то я не очень понял картины, ладно. Возможно, он кого-то ищет. Вполне вероятно, потому что он сливал с дегла. Но центр гетто они не покинули, они как тут были, так и остались. Я имею в виду дэмщики. Ну ладно, давайте я за ним зайду, если вдруг еще он будет фигачить. Я пока вот этого, типа, быстренько чекну. Он просто на респе балла стоит, и, в принципе, их эскашит. Окей, чек пуниш. 24, что там у тебя? Ну, дэмчик есть, поэтому давайте так, ганбан. Это что, девятка? Девятка. Вагас? Что? Семь. Эска. Девятка. Вагас. Обалдеть. Ну на, держи. Дапу, я был за границей респы, ты чё? Нет, тут границ никаких нет. Вот это вот место, это и есть респа, и ты там всех разнес. Ну если чё, я на форум скину? Ну, нифига себе, блин. То, что девятка даже спокойно разносит, это полный бред. Так, тут еще какой-то Джордан прям разносит. А, это у нас притон. Он у нас, кстати, с уроном на плюс 39 бегает. Это чё такое? А в чём прикол-то, что он с уроном бегает? Разве это можно? Урон же запрещен на притонах. Чего? Этот чел тэпался, что? О, смотрите, его сливают, и он появляется... А, тут эта фигня началась. Блин, я-то туплю. Тут же автоспаун в этой точке какой-то, да, вроде? Вот, его слили, над головой надпись не уязвим, и он перезаспаунился. Ну-ка, чек скиллс, 6, 7, 3, 1. У него дигл не прокачан, а он фигачил так, как будто был вкачан полностью. Это чё за прикол? Чё-то, честно говоря, я не выкупаю вообще, что происходит. Как он смог вообще бегать и стрелять, если у него, по сути, нету скиллов? Ээээ, странная картина, прям очень странная. Там ещё тачка вот этого типа своей жизни уже, а, что-то всех давила, хотя там никого за рулём не было, ладно. Так, он пришёл закупаться, и да, фигачит типа бан, 673, 30, Клеос, скиллы, слэш, ДМ. Ну, пускай так, до свидания. Чё хотел? Непонятно. Так, о, узишечник ещё один. Челики стоят с эмочкой, с диглом, а он с узишками. Так, у него 52-й левел, чекаем сразу же историю наказания, чтобы понимать, кто он такой. Да понятно, короче, куча ДМа. Просто дофига. Ладно, хорошо. Может, он специально сейчас ДМит, типа, для того, чтобы в ролик попасть тоже таких индивидов дофига. О, Трус Сигма-то, это 316, там убегает. Смотрите-ка, в розыске Гетто. Его до сих пор, видимо, не слили. Или чё? Он какой-то круг странный сделал вокруг этой штуки и бежит обратно. Или чё? А, он на крышу. Ладно, сейчас посмотрим, что он будет делать. На крышу он, в принципе, залез. Но он себе аксы вкачал. Нормально так. У него, типа, видите, и защита, и урон всё имеется. В принципе, он отпор давать может. И ДМит может спокойно. Всё, типчик чё-то завис тоже, блин. Короче, какой-то странный игрок. То ДМит, то пропадает. Ладно. Там у этих вечный файт, но он ещё плюс сэшит. Я не понимаю, на этой штуке вообще плюс сэшить-то можно? Что-то мне подсказывает, что нельзя. Короче, ладно, давайте так. Если можно плюс сэшить, тогда окей. Если нет, тогда я потом найду его и накажу. Так, а этот как раз таки уже продолжает дэмить. Видали, фаст? А, ты опять плюс сэшишь по игрокам? Крутяк. Окей, окей. Ну, слушай, потому что ты сейчас показываешь, что ты такой себе скилл. Копы подъехали, кстати, походу, за ним. Ну-ка, и шо будет? Он дигл зарядил. Ну, уходи. А, его вот уже затазерили. Всё. А, он сразу садится в тачку. Багом. Но не получилось. Его уже, походу, за собой ведут или что-то типа того. А, нет, его не тронули. Его просто затазерили и оставили на месте. Мне вот теперь интересно, рискнёт ли он ещё нарушать? И будет ли он реально по игрокам плюс сэшить? Потому что с его уровнем, ну, это дней 15 ганба на минимум, кажется, его расфризило. Всё, ожил. Чё ты целишься в работягу? Не надо его трогать, он тебе ничего не сделал. Ещё в одному пытается целиться. Какой-то странный игрок очень. Не, ну, если это есть то плюс сэ, про который ты говорил, то, честно говоря, не очень. Так, он попросил типа, короче, чтобы он его подкинул. Эм. В итоге, походу, сам за руль, что ли, сел? А, не. Короче, он решил в центр гетто. Я понял. Как же страшно этот чел едет за рулём, посмотрите, просто его из стороны в сторону кидает. Это он такой сетюинг поставил страшный, что невозможно ездить, или он сам не умеет. Так, ну и чё, они приехали. На мид. Всё. Я уже думал, он тупит, типа, не здесь он. Так, ну он, кстати, даже в банде ни в какой не состоит, ему дэмить ни при каких условиях нельзя. Он пытается сторговаться с типом, чтобы тот ему этот ковш продал. Он ему говорит, не продам. Почему? Потому. Понятно. Начал бить типа кулаком и в итоге зафигачил зачем-то. Эм. Что? Не, ну это уже нарушение, это понятно. И в этого попал ещё. Теперь три, говорит, дегла. 521. Давайте 15. Дэм. Да держишь, что ли? Без проблем, пару недель посидишь. Видимо, очень этого хотел. Точнее, не посидишь, а без гана побегаешь. Ну всё, успокоился. Включил вот эту вот анимочку. Продай ковш. Опять пытается выпросить. Ну, короче, с ним всё понятно. Ближайшие две недели он нас никак не трогает. И никого, в принципе. Ну, в общем-то, картина мне нравится. Дэм, как бы он здесь вот остался, но он поменялся. Теперь у нас деглые эмки по большей степени. И хотя бы весело за этим наблюдать. Потому что у челиков хотя бы есть хоть какой-то страх быть отфигачными. Потому что с них выпадают вещи. Поэтому ладно. Конечно же, друзья, не забывайте о том, что, если что, я снимаю на сервере Arizona St. Rolls. Вы можете играть вместе со мной. Сделать со мной скрин, ко мне в Фому попасть. Просто самое главное, не забывайте, что при регистрации вы можете указать мой ник вот так. А потом всего лишь на пятом уровне промокод хэштег Дапо. И за эти два простых действия вы получите больше миллиона вирт. А на начальном этапе игры эти деньги вам очень пригодятся. Поэтому скорее, если что, заходите. Я уже в игре. И каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а с вами был Дапо. Всем спасибо за просмотр. Совсем скоро увидимся уже в новом ролике. Всем пока.